Это фото Марии, почти такой же, какой ее узнал Дмитрий Тимофеевич Завидов в далеком 43-м. Сейчас ее уже нет, а он помнит все с первой встречи. Военную часть, где служил десантник Завидов, перебрасывали из Старой Руссы на Украину. В Курске Дмитрий отстал от своего эшелона. Ему пришлось догонять свою часть в попутном товарном вагоне. А вечером уже прохладно, да еще поезд идет на открытой платформе. А я был в одной гимнастерочке. И вот подходит одна девушка и говорит, что солдатик, холодно? Я говорю, холодно, черт побери. Вызаскивать, она из корзинки своей, телогрейку такую старенькую, и говорит, на, оденься. Ее забота и нежный взгляд тронули молодого солдата. В Белгороде она сошла с поезда, а он поехал дальше. Но судьба свела их еще раз. В ноябре 1944 года они встретились во Львове. Тогда поняли, это любовь. Хотели расписаться, однако командир части, где служил Дмитрий, не отпустил солдата в увольнительный. И снова расставание. И только уже в Москве, куда Дмитрий вернулся после победы, его тетушка, видя тоску в глазах племянника, разыскала Машу. Это было в конце 1945, перед самым Новым годом, и новой, мирной семейной жизнью, продлившейся для них более полувека. И в феврале 1946 года я с ней зарегистрировал брак. Я никаких претензий к ней не могу принять, абсолютно. Была мама образцовая и была жена образцовая. А гвардии полковник Николай Андреевич Зинченко встретил свою Машеньку еще в школе и полюбил с первого взгляда. Потом пришла страшная весть о начале войны. И перед тем, как уйти на фронт, молодые дали друг другу клятву переписываться во что бы то ни стало. Затем были бои и потери друзей-однополчан. И лишь переписка была как глоток свежего воздуха. Правда, письма доходили не всегда, но ждали их с нетерпением и на фронте, и в тылу. И вот однажды боец Николай получил весточку, а в ней фотокарточку с надписью на обороте. Я люблю свою жизнь, потому что ты в ней, а тебя, потому что ты в жизни моей. Разве можно было погибать вот от таких слов? И когда получаешь такие слова, она придает уверенность. Такое желание, быстрее бы кончилась война, быстрее бы встретиться. Встретиться так скоро, как хотелось бы, не удавалось. Зато заветная фотокарточка теперь всегда была при нем. Сквозь дожди и холода, сквозь бои и короткие передышки, через всю войну удалось пронести в нагрудном кармане гимнастерке главное сокровище того времени – фотографию его Машеньки. В 1945-м, после войны, Николай Андреевич продолжил службу в Средней Азии, а Мария Андреевна закончила Староскольский геолого-разведочный техникум и получила распределение туда же, где находился любимый. Спустя семь лет разлуки два любящих сердца встретились. За семь лет, может быть, изменилось что-то. Оказывается, не изменилось. Она как была самой красивой, самой лучшей девчонкой, так и осталась. И, видимо, я, наверное, так же ей показался, потому что в объятия бросились одновременно. И с тех пор длительных разлук больше не было. Они прожили душа в душу 38 лет. У них родилось двое детей, потом появились трое внуков и два правнука. Мария Андреевна ушла из жизни ровно 30 лет назад, но до сих пор сердце Николая Андреевича принадлежит только ей. Машенька была самой любимой, самой хорошей, короче говоря, самой лучшей на свете до последнего времени. Для Марии Савишной-Садовой ее Женя Белецкий тоже остался на всю жизнь самым лучшим и самым любимым. Они встретились, когда ей было 13, а ему 19. Расписаться успели незадолго до войны, 25 марта 1941 года. Пышное свадебное торжество было намечено на август, но светлым планом не суждено было сбыться. Он был военный моряк и погиб в самом начале войны, при первых бомбежках Севастополя. Но Мария Савишна не поверила черной вести, не могла она представить, что его нет в живых. Все надеялась на счастливый случай, на нечаянное спасение и ждала его одного всю жизнь. Одна у меня любовь была, действительно, Евгений, этот моряк. Надеялась, что действительно вернется, но так случилось, что не вернулась. Замуж она так больше и не вышла. Несмотря на настойчивые предложения поклонников, предлагавших руку и сердце, в ее душе навсегда поселилась преданность и верность только одному – ее Жене. Фотографии и писем от него не осталось, только память в самой глубине души и любовь, которая помогала жить. У меня все время встречаются на пути все очень хорошие люди. Но я прожила счастливую жизнь, трудную, но счастливую. Любовь давала надежду, любовь давала силы и на войне, и после нее. Это то, что заставляет жить и быть счастливым вопреки всему. Елизавета Врещагина, Дмитрий Боев, Дмитрий Коваленко, Валерий Ларьков. Новости мира Белогорья.